Нижний Новгород лишился главы. После практически двух лет работы на посту главы города, Иван Корнилин подал в отставку. Вопрос о досрочном снятии полномочий был вынесен на голосование в Гордуме. По результатам тайного голосования, большинство отдало голос за досрочную отставку главы города. Иван Корнилин сказал, что уступает дорогу молодым и, самое главное, энергичным. Я не видел, как росли мои дети. Хочу видеть, что это настолько ревнуто. У меня один мук, это ревнуто. И поэтому надо сосредоточиться и на это. Иван Корнилин отметил основные моменты, которых ему удалось добиться на своем посту главы Нижнего Новгорода. Мы консолидировали все силы для того, чтобы у нас была нормальная продуктивная работа. Имеется в виду администрацию депутатских главных. Мы сегодня в хороших, в двух деловых отношениях с законодательным собранием. Но Иван Корнилин еще не уходит на пенсию. Я являюсь депутатом городской думы. Буду также работать в округе с главы избирателями, в главы своих избирателей. Иван Корнилин, в главе избирателями, в главы избирателями, в главы избирателями, в главы избирателями. Естественно, без управленца Нижний Новгород не останется. Была предложена логичная кандидатура заместителя главы города, Елизаветы Солонченко. Пока Елизавета Солонченко назначена исполняющей обязанности. Она попросила отсрочку у депутатского корпуса для того, чтобы прошли все конференции и утверждения генсовета. У нас такой избранный человек заместителем. Он должен быть готов исполнять обязанности главы города. Я рада, что депутаты услышали меня и дали мне возможность две недели пройти необходимую процедуру голосования. И, соответственно, после того, как с поста заместителя главы города ушел человек, то его место должна занять новая кандидатура. И должность заместителя в результате голосования занял Михаил Кузнецов. Мне, конечно, легко двигаться в том смысле, что 15 лет, занимаясь управлением, я понимаю, как устроено управление. Наверное, со стороны кому-то показалось, что это дает свой плоды, поэтому такое предложение. С одной стороны, это очень почетно и интересно, а с другой стороны, это накладывает определенные обязательства. Поэтому пришлось подумать. 7 июня пройдет внеочередное собрание Городской думы Нижнего Новгорода. На нем будет рассмотрен вопрос о назначении главы города.